Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. С 1 июля в Кировской области вырастут зарплаты педагогам и медработникам. Губернатор Александр Соколов рассказал, что такое решение принято, исходя из стабильного роста экономики региона. Заработная плата педагогам детских садов, школ, техникумов, учреждений для детей-сирот и дополнительного образования детей, врачам, среднему медперсоналу, работникам учреждений культуры и социальным работникам устанавливается, исходя из дохода от трудовой деятельности по региону в соответствии с указами президента Российской Федерации. Ранняя индексация заработной платы планировалась с 1 сентября, однако корректировка произойдет на 2 месяца раньше. Предыдущее повышение зарплат работников бюджетной сферы было 1 февраля. Экономика На здание молодежного центра Кировская область получит 112 миллионов рублей. Наш регион стал победителем всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах России «Регион для молодых. Росмолодежи». Заявка была составлена совместно с активистами общественных объединений, студоотрядов, волонтерских и патриотических организаций, сообщили в правительстве региона. Итогом проекта станет создание в Кирове центра «Мое место». Он будет открыт в исторической части города. Центр станет местом проведения крупных областных и городских мероприятий. По информации региональных властей, центр откроют в здании, которое сейчас не эксплуатируется. На нескольких этажах разместятся открытые пространства для встреч и работы, а также зрительный зал на 200 мест, площадки для репетиций и тренировок, а также медиалаборатория. В следующем году приступят к ремонту здания. В эфире «Экономика». Кировская область на 54-м месте в рейтинге регионов по доходам населения. Таковы результаты рейтинга, подготовленного экспертами РИА Новости. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы нашей страны, выступает отношение среднедушевых и месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Кировская область с показателем 1,63 заняла 54-е место. Показатель этот ниже среднероссийского, который составляет 1,92. На первом месте оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Они на свой доход могут позволить себе в среднем 4 фиксированных набора. Также там самый низкий уровень бедности – 3,6% населения. При этом в Кировской области за чертой бедности в прошлом году находились более 10% жителей. К этому часу все у микрофона был Владимир Сметанин.